Всего два года после войны. На этой фотографии 1947 год. Московская квартира, друзья и родственники встречают Новый год. Важная в деталях. Среди собравшихся один мужчина. Только он вернулся живым с фронта. Протекший потолок, узкая комната, но старательно оформленный праздничный стол. Рядом дореволюционный комод. Иконы в красном углу, как синтез дореволюционной советской культуры. Это фотография из выставки «Русское застолье», которая открылась в музее Модерна. На эту тему здесь можно порефлексировать, всмотреться, узнать какие-то свои ритуалы, близкие к тебе. Ну и действительно понять, что история при культуре, она проявляется в конкретных частных практиках. Практики застолья, например. В экспозиции – работа из коллекции московского мультимедиа-арт-музея «Москва». В работах знаменитых фотографов раскрывается история застолья и времен Российской империи и СССР. На этой фотографии богатый стол царя Николая II, его семьи и свиты во время охоты в Беловежской пуще. А это скромный праздник солдат и офицеров из окопов Первой мировой. В советское время также представлено и генсеками, деятелями искусства и простыми крестьянскими семьями. Общее в этих фотографиях одно. В застольях по радостным и горьким поводам ярко раскрывается история нашей страны. Ощущение такое, что уже наступают праздники, скоро на носу Новый год, атмосферу общего веселья и ликования. Мне очень понравились фотографии 70-80-х годов, периода застоя, потому что они кажутся мне такими, но с одной стороны они уже в некотором смысле овеяны духом истории, а с другой стороны это все то, что мы видели в советских фильмах, то, что для нас так близко. Они показывают большую часть, наверное, ту сторону русской души. Это, прежде всего, открытость и добродушие. Посмотреть, каким было русское застолье, можно будет до 16 февраля. Анатолий Головко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.